Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя и я сейчас нахожусь в парке Арена. Но это его не официальное имя, а официальное имя будет у него Парк Победы. Сюда на это место приземлился воздушный десантник, что этот памятник и обозначает. Ухоженный Парк Победы появился на месте заброшенного пустыря, где ранее местные жители выгуливали своих питомцев, а также устраивали пикники с шашлыками. Превращение этой территории в парк поспособствовало установке памятника Воронежа, родина ВДВ, а также активная застройка вокруг. Памятник представляет собой скульптуру двух бронзовых фигур – десантника и рядом стоящего подростка с моделью самолета в руки. Над фигурами возвышается стальная конструкция в виде раскрытого парашюта. Первоначально его планировали открыть 1 августа 2010 года, но в связи с пожарами в регионах было принято решение о более позднее открытии монумента, и состоялось оно уже 4 сентября этого же года. Очень разнообразная локация для фотосессии. Вы можете прийти сюда, пофотографировать, смотрите, есть вот такой вот мостик, а вы туда можете посадить свою любимую в клеточку, чтобы она там сидела и не убежала, и сфотографироваться на фоне своей милой дамы. К тому же это место является историческим, так как именно здесь 2 августа 1930 года приземлилась первая в Советском Союзе группа десантов. Благоустройством парка занялась та же самая компания, что и построила рядом ТРК Арена. В связи с этим парк имеет и второе название Парк Арена. После создания на этой территории парка он очень полюбился мамочкам с детьми. Парк Арены с каждым годом становится все популярнее и популярнее. А также здесь есть вот такие вот детские аттракционы, и совершенно бесплатно, где можно прийти с ребенком, полазить на горках, на разнообразных, покачаться на качелях. Короче, парк просто офигенный, если у вас есть ребенок. Так как здесь представлено огромное многообразие аттракционов для детей, также различные детские горки и большие песочницы. В первую очередь этот парк является детским парком. Посмотрите, здесь есть вот такой Чайлен, где детям будет весело покататься на горках. Также здесь и взрослым людям есть чем заняться. Здесь очень много лавочек, а ночью здесь подсвечивается тротуар. То, что вам здесь будет не страшно находиться. Также пару лет назад здесь было установлено колесо обозрения. Это колесо обозрения, которое у меня сейчас находится за спиной, построено в 2018 году. Но оно вызывает насмешки у местных жителей, потому что оно такое низкое, то, что вокруг ближайшие дома, а не выше него. Но детям здесь будет покататься весело и интересно посмотреть. Вдоль главной аллеи в 2018 году были высажены 23 ели в память о погибших десантников. Рядом с каждым деревцем установлена табличка с именами павшего воина. Из-за многолюдности и работы многочисленных аттракционов это место нельзя назвать тихим для спокойных прогулок. Пожалуй, лучше выбрать какой-нибудь другой парк. Снега еще не очень много выпало, но уже есть вот эта ледяная горка, где можно скатиться на ватрушке. А также здесь, за моей спиной, находится веревочный парк. Там трассы разной сложности для разных возрастов детей, где будет интересно всем. К тому же по соседству находится парковка ТРЦ. И сигналы автомобиля, выхлопные газы от них тоже не добавляют этому месту привлекательности. Поэтому свежий воздух в этом парке не ощущается. Ни о какой оздоровительной прогулке и насыщенности кислородом в этом месте говорить не приходится. А также сюда можно прийти и позаниматься спортом, повисеть, потягиваться. Но территория очень ухоженная. Все кусты подстрижены. Вдоль дорожек установлено множество скамеек. Освещение парков в исправном состоянии. Весь парк поделен на зоны. Каждая площадка отделена по возрастным категориям. Так как он находится рядом с торговым центром арены, вы можете сходить в арену и купить себе какие вы захотите вещи. Игрушки для своих детей и также для себя. Короче парк очень классный, офигенный и просто шикарный. Мне очень понравился. Меня зовут Дядя Митя. Ставьте лайки. Всем удачи и пока. И подписывайтесь на меня обязательно. Пока.